Демократия, отделность народа и кротосправление, это форма правления, при которой народ имеет право выбирать своих законодателей. Решение о том, кто считается частью народа и как власть распределяется между людьми или делегируется ими, менялись со временем и с разной скоростью в разных странах, но они включали все больше и больше жителей всех стран. Краеугольные камни включают свободу собраний и слова, инклюзивность и равенство. Членство, согласие, голосование, право на жизнь и права меньшинств. Понятие демократии развивалось с течением времени значительно, и, как правило, эти два тока типа демократии являются прямыми и представительным. В условиях прямой демократии люди непосредственно обсуждают и принимают решения по законодательству. В представительной демократии люди избирают представителей для обсуждения и принятия решений по законодательству. Например, в парламентской или президентской демократии. Жидкая демократия сочетает в себе элементы этих двух основных типов. Преобладающие зодня в день принятия решений демократии являются правилом большинства, хотя другие подходы принятия решений, как квалифицированное большинство голосов и консенсус, было столь же неотъемлемой частью демократии. Они служат важнейшей целью инклюзивности и более широкой легитимности в деликатных вопросах, уравновешивая мажоритарность, и поэтому в большинстве случаев имеют приоритет на конституционном уровне. В распространенном варианте либеральной демократии власть большинства осуществляется в рамках представительной демократии, но Конституция ограничивает большинство и защищает меньшинство, как правило, посредством пользования всеми определенными правами личности, например, свободой слова или свободой ассоциации. Помимо этих общих типов демократии, было множество других типов. Демократия заставляет все силы постоянно бороться за реализацию своих интересов и передает власть от групп людей с вводом правил. 8. Западная демократия, в отличие от той, которая существовала в древности, обычно считается зародившейся в городах-государствах, таких как классическая Афина и Римская республика, где различные схемы и степени предоставления избирательных прав свободному мужскому населению наблюдались до формы и исчезла на Западе в начале поздней античности. Английское слово восходит к XVI веку, от более старых среднефранцузских и среднелатинских эквивалентов. По мнению американского политолога Ларри Даймонда, демократия состоит из четырех ключевых элементов политической системы для выбора и замены правительства посредством свободных и справедливых выборов, активное участие людей как граждан в политике и общественной жизни, защита прав человека всех граждан, и верховенство закона, при котором законы и процедуры в равной степени применяются ко всем гражданам. Тодд Лендман, тем не менее, обращает наше внимание на тот факт, что демократия и права человека — это две разные концепции и что должна быть большая конкретизация в концептуализации и реализации демократии и прав человека. Этот термин появился в V веке до н.э. для обозначения политических систем, существовавших в то время в греческих городах-государствах, особенно в Афинах, и означал правление народа, в отличие от аристократии, запятая аристократию, что означает правление элиты. Точка. Хотя теоретически эти определения противоречат друг другу, на практике исторические различия стираются. Политическая система классических Афин, например, предоставляла демократическое гражданство свободным мужчинам и исключала рабов и женщин из политического участия. Практически во всех демократических правительствах на протяжении древней и современной истории демократическое гражданство состояло из элитарного класса. Пока в большинстве современных демократий не было обеспечено полное предоставление избирательных прав всем взрослым гражданам посредством движений за избирательное право В 19 и 20 веках демократия контрастирует с формами правления, в которых власть либо принадлежит отдельному человеку, как при абсолютной монархии, либо где власть принадлежит небольшому количеству людей, как в олигархии. Тем не менее, эти противопоставления, унаследованные от греческой философии, сейчас неоднозначны, поскольку современные правительства смешали демократические, олигархические и монархические элементы. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.